Да, здравствуйте, еще раз. А можно увеличить, есть такая возможность немножко? Увеличить, есть ли возможность, сейчас посмотрим. Да, отлично, спасибо. Отлично, да, спасибо. Значит, как уже было сказано, мой доклад называется «Система неопределенных местомерий в прибалтийских языках на материале переводов Нового Завета». И в этом докладе я постарался собрать дистрибуцию серии неопределенных мастер-имений в этих языках, используя соответствующие тексты. Значит, я использовал только евангельские тексты, поскольку по языкам это оказались наиболее доступные, наиболее часто переводимые фрагменты Нового Завета. и я смотрел не все прибалтийско-финские языки, поскольку, насколько мне известно, перевод, в принципе, существует, ну, перевод всех четырех евангелий доступен не для всех языков, а использовал только вевский язык, левиковский, корейский, финские языки, а также сетой и эстонские. Соответственно, первые три относятся к северным прибалтийско-финским языкам, а последние два к южным. В первую очередь я руководствовался принципом доступности перевода, что, в принципе, отражает несовершенство, ну, то есть, что в какой-то степени оправдывает несовершенство дудерки. Вот, значит, на этом слайде приведены непосредственно источники, откуда я брал тексты. Для вевского и левиковского тексты доступны в открытом доступе на сайте финалгорби. Вот, для финского и эстонского эти тексты выложены на сайте Bible.com. Текст на сете, насколько мне известно, в электронном доступе не встречается. И я использовал бумажную версию. Это перевод 1926 года, переизданный Институтом по изучению и университетов в 2013 году. Значит, сбор данных включал в себя два основных этапа. Во-первых, я осуществлял автоматический поиск контекстов по русским и английским переводам. Затем полученный довольно обширный список я вычитывал и вручную дополнял уже непосредственно по тексту на препаратическом и институтом. И того у меня получилось 174 контекста. Это, скорее всего, не полный список по всем четырем евангиям. Но я считаю, что он достаточно репрезентативный. Так, значит, если говорить о расхождениях в переводах, то, во-первых, мы можем выделить два основных класса случаев, когда неопределенные местоимения в том или ином языке не встречаются в переводе. В первом случае это конструкции с нулевым субъектом или иногда это могли быть имперсональные конструкции. Но здесь в примере 1b это не очень хорошо понятно, поскольку у нас матричный предикат МОЧ, он не имеет формы имперсонала, это вепский язык. Соответственно, я использую более нейтральный термин. И мы видим, что в случае употребления отрицательного местоимения в финском языке, в вепском языке ему соответствует бессубъектная клауза. Вот. Второй класс случаев это расхождение при том, что я называю референтное употребление. И если пользоваться более распространенной терминологией из спельмата, это случай, который соответствует классам specific known, specific unknown. То есть, когда неопределенные местоимения интерпретируются максимально широко, и в этом случае в привалтистко-финских языках в целом известна тенденция, что они предпочитают не маркировать эти употребления неопределенными местоимениями, хотя это возможно, но используют какие-либо другие именные группы с максимально общей, неопределенной семантикой, как представлено в 2. Мы видим, что в финском языке в 2а употребляется лексема, который примерно можно перевести как другой. В ревиковском у нас употребляется лексема, который можно перевести как некоторое, а в эстонском вообще употребляется слово часть в контексте, где речь идет о разбрасывании семян, иное семя упало на местах каменистых, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Как видим, ни в одном из языков в данном случае не употребляется, собственно, неопределенными стремениями, собственно, как и в русском языке. Перейдем к пониманию неопределенных местоимений. В целом я использую максимально распространенное определение из хасплимата, то есть это местоимение, чьей основной функцией является выражение неопределенной эференции. И основные функции этих местоимений представлены в примерах 3. Мы видим, что хасплимат выделяет 9 основных функций, которые условно можно разделить по понятию, по параметру референтности, как я говорил выше. Это примеры под цифрами 5 и 6. Нереферентные употребления начинаются с 7 и до 13. И включают в себя, и среди них тоже можно выделить несколько подклассов. Во-первых, это direct negation, который в литературе часто обозначается как единица отрицательного согласования или отрицательного конкорда, это под 11. То есть это когда неопределенные местоимения лицензируются оператором отрицания, которые находятся в клаузе. И также это единицы отрицательной полярности, которые условно можно отнести с 7 по 12, по 13. Как-то так. Соответственно, это местоимение, которое, как правило, требует наличия вышестоящего оператора, который иногда описывает термины в нисходящей монотонности, иногда описывает термины в невередикативности. Но в любом случае это тоже местоимения, которые, как правило, имеют узкую сферу действия. Вот. И также отдельно здесь выделяется функция FreeChoice, которая, вообще говоря, является несколько, как сказать, над классом в данном случае. То есть мы видим, что FreeChoice может соответствовать и местоимения, которые являются non-specific или и реальц в случае с этим примером. Но также они могут управляться и в ряде других контекстов. Значит, здесь в первой таблице представлены количество примеров на ту или иную функцию. И мы видим, что одним из недостатков выбранного инструмента является то, что у нас для каждого контекста представлено неравномерное количество примеров, что в целом ожидаемо наиболее представительным оказался класс прямого отрицания, то есть Direct Negation. И этому классу соответствует... у нас 102 примеров на этот класс. При этом некоторые классы, такие как Specific Known или FreeChoice в наших примерах встречаются крайне редко, то есть буквально по одному употреблению. Ну и также... да, спасибо. Ну и также функции Non-Specific Reality's Question тоже имеют в силу лишь по два примера. Вот. Standard of Comparison не встретился ни разу. Вот. Поэтому наши выводы в этом плане могут быть ограниченными. Значит, дальше я показываю, какие серии местным меню используются для кодирования той или иной функции. Про цвета я сейчас скажу. Но мы видим, что в целом у нас сразу заметна разница между северными и южными прибалтийско-финскими языками. В северно-прибалтийско-финских языках, как правило, имеется несколько серий неопределенных местоимений, которые кодируют разные функции. Я прошу прощения? Да, спасибо. Вот. Тогда как в южно-прибалтийско-финских языках, это в эстонском фасету, используются серии местоимений на ГИ. ГИ — это аддитивный оператор, в принципе, который в этих языках может обозначать, может иметь и скалярную, и не скалярную семантику. Вот. И он используется для образования серии местоимений, серии неопределенных местоимений, которые могут выражать все встреченные нами функции. Вот. Что в целом достаточно не характерно для неопределенных местоимений, и тот же Хаспермат замечает, что в целом в языках практически, кажется, он вообще не бывает, случаев, что одному и тому же неопределенному местоимению соответствовали, точнее говоря, что одно и то же местоимение соответствовало всем функциям. Вот. Что касается северных прибалтийских и финских языков, мы видим, что функции в них можно условно разделить для лифского и вебского на референтное и нереферентное употребление. Это особенно хорошо видно в случае с лифским языком. Вот. И там в случае с референтным употреблением у нас используются серии местоимений на альены, а в случае с ней референтным употребляется местоимение на такту. Вот. Тогда как в вебском языке ситуация более затруднена, местоимение SE в принципе может употребляться и в функциях, которые определяются как non-specific. Да, то есть это функции реалис, протазис условной конструкции в случае непрямого отрицания и так далее. Вот. Ну и наконец-то несколько особняков здесь стоит финский язык, у которого имеется серия местоимений на КАН, обладающая довольно широкой дистрибуцией. Как мы видим, оно употребляется в функции прямого отрицания, это его основная функция. И в целом это соответствует и соответствующей аналогичной картине и в ливиковском, и вебском языках, где у нас есть специальные отрицательные местоимения. Вот. Но также оно имеет дистрибуцию, которую в целом можно описывать как единицу отрицательной полярности, то есть оно может употребляться в общем вопросе и также может употребляться при непрямом отрицании. серии. При этом free choice во всех этих языках выражается отдельными лекциями. Вот. Дальше я разбираю небольшой частный случай. Это отрицательные местоимения, которые в первую очередь характерны для вебского и ливиковского языка, но также могут... Ну, также у нас есть отдельная форма в эстонском эсета, то есть отдельная единица, которая буквально переводится как i1 и даже 1, это в 4b. Вот. И ему... И оно тоже в тексте употребляется только функцией прямого отрицания. Вот. Спасибо. В 4a мы видим пример употребления отрицательного местоимения из... Мы видим пример употребления отрицательного местоимения из ливического. Вот. Непрямое отрицание. При этом, да, при этом... При этом дистрибуция этих местоимений максимально ограничена. Они могут лицензироваться только находясь в одной клаузе с отрицанием и не могут анализироваться, скажем так, семантически отрицательными предикатами. Вот. И также не могут анализироваться в конструкциях с подъемом отрицания, как представлено в примерах 5. В отличие от финского языка, в 5a, где употребляется серия местоимений на k. Вот. При подъеме отрицания в 5b и в 5v в ливиковском и вебском языках мы видим, что употребляется другая серия неопределённых местоимений, которые мы считаем скорее не рекомендуем. Вот. Ну да. Значит, единственная серия, демонстрирующая в тексте дистрибуцию более-менее напоминающую единицы отрицательной полярности, это финская k. Вот. И примеры его употребления в этой функции встречаются, мы видим в 6 и в 7. В примере 6 мы видим, что для лицензирования этого местоимения достаточно наличие матричного предиката, который имеет в себе, который имеет черту ингерентного отрицания, да, и... Ой, здесь у меня перевода не было, извините. Значит, и он предостерег учеников, и он запретил ученикам, чтобы они никому об этом не говорили. Как-то так это можно перевести. Вот. И мы видим, что здесь у нас предикат пароити достаточно для того, чтобы лицензировать kent в зависимых клаузе. В примере 7 мы видим, что это местоимение может употребляться в общем вопросе, а в примере 8 мы видим это же... А, в примере 8 как раз-таки представлены исключения, нет, поскольку обычно считается, что единицы отрицательной полярности должны лицензироваться и в протальсисе условной конструкции, но здесь мы видим, что здесь употребляется серия местоимения на кинь, да. Вот. Соответственно, не очень пока... Не очень понятно, с чем это связано. Связано ли это с невозможностью в принципе употреблять это местоимение в протальсисе условной конструкции, или же это просто особенности перевода текста. Вот. Ну и наконец, совсем немного примеров на южные неопределенные местоимения. Да, это серия местоимений ноги. Как я сказал, они встречаются во всех функциях, которые мы нашли в тексте. Но здесь я представляю примеры только из... из... на функцию specific now, да, то есть это на референтное употребление. Иисус сказал, Симон, я имею нечто тебе сказать. Вот. А в примере 10 представляется... Спасибо. В примере 10 представлен пример в функции прямого отрицания из сетского языка. Ну, то есть они убили сетского языка, эти примеры. Вот. Ну и переходим к заключению. Значит, мы попытались стать описанием системы неопределенных местоимений в прибалтийско-финских языках на материале перевода Нового Завета. И к выводам, к которым мы пришли, можно отнести то, что, во-первых, у нас имеется значительное отличие между системами в северных и южных прибалтийско-финских языках, где для южных у нас имеется серия неопределенных местоимений с максимально широкой дистрибуцией ноги. Тогда как в северных у нас местоимения можно условно разделить по параметрам наличия, лицензирование внутриклузальным отрицанием и признаком того, что я называю референтности. Вот. И также к выводам можно отнести, что единицы отрицательной полярности характерны по тексту только для итского языка. Вот. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо. Так. Я завис, кажется. Сейчас я остановлю экран и перезапущу видео. Хорошо. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Вот. Вопрос. А вот можно презентацию? Да-да-да-да-да, конечно. Видно? Да. А вот сейчас ничего не видно. Не видно? Да, нет. Вот сейчас видно. Ага, извините. Можно табличку ну вот с этими форматами по языкам. Вот это? Да. Так. У меня совсем такой небольшой вопрос. Значит, вот куда попадают такие изменения типа Микэн, ну вот в портитиве Митэн, красивее Миссэн, если такое встречалось? Миссэн не встречался. Ну, в финском языке, но они попадают в серию местомений на КАН, на КАН-КЯН. Вот. И, соответственно, употребляются в нескольких функциях. В основном это прямое отрицание. Также, может быть, как я показывал, вопрос и непрямое отрицание. Спасибо. Есть ли еще кому-нибудь вопросы? В зале я не вижу, в зуме я не вижу, в зуме тоже пока нет. Ну, хорошо. Первый комментарий – это, конечно, очень интересный выбор размера шрифта и особенно зеленого цвета, который не видно. Но я немножко прослушала начало. А вот какие книги ты рассматривал? Какие части Нового Завета? Да, да, да. Это только четыре Евангелия. А ты планируешь расширяться или этого достаточно? Тут может быть проблема с расширением. Например, для Света только эти четыре Евангелия переведены. Вот. Для остальных языков, по-моему, есть все тексты. Вот. Но... Не знаю. Ну, то есть, наверное, имеет их смысл рассмотреть. И еще, наверное, имеет смысл добавить перевод на северно-карельский язык, который тоже имеется в открытом доступе. И плюс есть тексты отдельных Евангелий для ижорского языка. Там, по-моему, Евангелие от Марка перевели, если мне не сменяют память. Вот. И для Восковского языка тоже, по-моему, какое-то одно Евангелие переводили. Вот. Ну, да, их, конечно, имеет смысл рассмотреть. Пока вот так. Ну, да, но особенно учитывая, что по некоторым контекстам у нас совсем мало примеров. Может быть, какой-нибудь еще попадет. И у нас есть еще вопрос вязать. Можно пару слов про предсказательные показатели? Интересно. Особенно про христианское гиево. Особенно про что? Про христианское гиево. Гиево. Ага. Есть ли мы по-моему, когда-то в литинском языке. А, ну вот, местоимение на ги, оно, ну, вот этот вот формат, он, в принципе, встречается по всему прибалтистно-финским языкам. Он, как правило, используется как аддитивный показатель со значением и или даже. Ну, то есть скалярный, может употребляться и в скалярных, и не в скалярных употреблениях. Вот. Но, насколько я знаю, только вот в эстонском эсету они образуют неопределенные местоимения с такой широкой дистрибуцией. Они являются когнатами с северным кин, вот, который вот здесь вот для финского языка. И также в ижорском, например, языке тоже есть когнат их. Вот. Но там из-за наличия кан, который тоже может быть аддитивным оператором, но, если говорить грубо, он только в отрицательных предложениях, он только в отрицании лицензируется. Вот. Там получается, что и при неопределенных местоимениях вот это распределение на отрицательные и утвердительные сохраняется. И я немножко путанно объяснил, но, надеюсь, понятно. Но тогда это аддитивный оператор. То есть у нас есть в зуме еще вопрос от Федора Бажанского? У меня просто комментарий, что эти, на самом деле, вот эти все формативы, это просто исходные частицы. Это просто есть частицы, гики и, соответственно, и отрицательные варианты К, который, собственно, и дал эти формы. Ну да, и, соответственно, ну вот в южных языках ГИИ остался единственным вариантом, который употребляется и при утверждении, и при отрицании. Вот. А в северных вот сохраняется ВДПК. Спасибо. Нет, в карельском нет. В карельском не встречался. Если я правильно помню, Икки вы сказали, да? Ну, он может, значит, иметь варианты Иккина, Иккина. Нет, в карельском нет, вообще в текстах, в этих переводах его не было. Но, насколько я знаю, еще как раз в Ижорском есть вот эта серия. Там, и это самое, вот вы упомянули перевод на Ижорский. А кто это? Ой, я, честно говоря, не помню. Я их когда искал, я чуть ли не ВКонтакте в какой-то группе нашел перевод Евангелия от Марка. И автора там, по-моему, автора там либо не было, либо я его забыл. Ну, то есть, это можно найти в интернете, но я сейчас не готов. Я немножко хочу пробудить, значит, я думаю, мы это еще в личной переписке обсудим. Но если вы нашли вот это ВКонтакте, если это то, про что я думаю, то это, в общем-то, не жесткий язык, а некий констатный тендердж. Да, вообще, это очень важный комментарий. То есть, лучше, конечно, понимать, что у нас за переводы Нового Завета, потому что старые переводы, ну, некоторые переводы могут быть действительно не очень хорошие. Ну да, но я его в любом случае подробно не смотрел, я просто увидел, что он есть. И что там только одно Евангелие, поэтому на этом мое знакомство с ним, собственно говоря, и закончилось. Спасибо большое за предупреждение. Это интересно будет вообще посмотреть внимательнее, что там именно происходит. Спасибо.